Здравствуйте! Сергей Демиденко, Старая Школа Здоровья. Лето. Лето – это жара, а значит наши потовые железа, наши жировые железы работают изо всех сил. С одной стороны, позволяя телу быстрее охладиться через испарение пота, и с другой стороны, защищая тело, покрывая его слоем жира. Но, кроме жиры, это еще ветер и пыль. И когда пыль попадает на кожу, а особенно если пыль попадает в поры, иногда может начинаться воспаление, в том числе и фурункулез, воспаление корешка во волоса. И вот этот самый фурункул или черей в просторечии – намного более неприятная штука, чем обычные прыщи. Потому хотя бы, что он всегда бывает больше, что он всегда бывает болезненным, и что самое неприятное – гной, который там собирается, далеко не всегда выходит на поверхность, далеко не всегда мы можем от него освободиться, потому что, как все мы знаем, иногда черей сверху покрывается корочкой, подсыхает вот та верхняя часть кожицы, и его приходится либо с помощью хирурга очищать, либо искать народные способы освобождения от этой ненужной и весьма болезненной неприятности. Вот как раз частенько оказывается, что освобождение, этот способ самый простой, находится буквально на состоянии выкинутой руки. То есть, есть много действительно эффективных способов помочь такому череку, такому фурункулу прорваться. И это помогает даже при карбункулах, когда несколько черьев собираются вместе в один большой нарыв. Но самый простой способ и самый доступный – это лист березы. Береза, слава богу, растет практически по всей территории, куда только глаз наш дотянется. Так вот, берем свежий листок березы, среднего размера или большой, ну, чтобы подходил по размеру. Ошпариваем его кипятком, в обязательном порядке ошпариваем, потому что, с одной стороны, это обеззараживание, мало ли какая пыль на этих листьях, а во-вторых, это помогает быстрее пустить сок. Этот ошпаренный листок намазываем хозяйственным мылом, хозяйственным или детским, каким-нибудь, главное, без вот этих всяких отдушек, добавлений, косметических и всего остального. Намазываем мылом и прикладываем сверху на наш фурункул, на тот самый, который нам мешает. Сверху прикрываем листок ваткой и каким-нибудь закрепляем лейкопластырем или винтом. И ждем. Обычно хватает нескольких часов, чтобы черей прорвался. Да так, что частенько прям из-под листка течет гной. Если одного листа не помогает, через 4-5 часов можно его убрать и положить еще один такой же свежий ошпаренный. В чем все это дело? Во-первых, лист березы содержит массу самых разных химических веществ. Он, с одной стороны, размягчает, он ускоряет созревание, он размягчает вот эту подсохшую верхнюю оболочку, и он одновременно оказывает подавляющее действие на развитие бактерий. И мыло тоже самое. Мыло изменяет кислотность кожи. А всякие там микроорганизмы, которые на нашей коже живут, они уже приспособились в ходе эволюции к определенному ПХ, к определенной кислотности. И когда эта кислотность становится щелочной, благодаря мылу, это все подавляет развитие тех самых микроорганизмов, которые вызывают воспаление. То есть мыло поэтому оказывает противовоспалительные действия. И почему надо прикрывать ваткой сверху, чтобы кожа не высыхала, и чтобы было немного тепла? Тепло помогает созреть. Тепло помогает размягчиться и выйти этому гною. Очень часто после такого натурального выхода фрункул очищается целиком. То есть выходит все, даже то, что мы называем его корнем. Вот та оболочка. И все. После заживает нормально. Когда оно вышло, можно приложить сверху теперь уже ошпаренный лист подорожника. И еще через пару дней забыть, что там чего-нибудь было вообще. Так что березовый лист, он на все случаи хороший. Сергей Гемеленко, Старая школа здоровья. Продолжение следует...